Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой вот эпоксидной смолой, самая простая, самая дешевая. Я думаю, у каждого она есть и каждый знает, как ей пользоваться. Но мы немножко по-другому будем сегодня ее использовать. Если интересно, поехали! Попытаемся из нее сегодня сделать хорошую пропитку для дерева, которая защитит и хорошо пропитает саму деревяшку. Это обычная сосна, будем пробовать на ней. Для начала сделаем два одинаковых образца, одинаковая дозировка. Как все знаем, она по объему 9 к 1, то есть 9 смолы, а одна часть отвердителя. Буду набирать шприцом, смола густая, конечно, шприцом не так это быстро сделать. В общем, набрал один шприц, это в один стаканчик, сейчас такую же дозировку сделаю во второй стакан. Мне много не надо, я буду пробовать на кусочке древесины, на небольшом. Теперь набираем сам отвердитель. Теперь не спеша все перемешиваем. Первый стакан нальем в самый обычный ацетон, примерно две части того, что здесь есть. Также хорошо перемешиваем. Получается вот такая вот жидкая субстанция. Теперь возьмем две одинаковые деревяшки. Это сухая сосна, архангельская. И будем покрывать нашим составом, которые у нас разбавлены в ацетоне. Она очень хорошо впитывает. Один раз промазал, оставлю немножко впитать и потом еще разочек промажу. Но это густая кисточка, я особо не в намажу, намажу обычной палочкой. Видите, уже почти здесь впиталась. Я вот так жирненько состав нанесу, чтобы честно было, что я тут прям не мухлюю. Да, видимо, защита будет что-то и та, и та, поверхностно. Но внутрь, я думаю, что с ацетоном пропитается лучше, она уже впиталась. Можно второй раз наносить. Здесь я почти целый стакну, целую нашу жидкость на вот такую маленькую дощечку. Расход, то есть получается очень большой. Но мне просто интересно посмотреть эффект. Здесь у нас всю эту деревянщику оставлю в стороночку, пускай она сохнет до завтрашнего дня. Здесь уже можно наносить второй раз, потому что она уже впиталась. То есть, как видите, у нас увеличиваются ресурсы, количество самой эпоксидной смолы увеличилось. И качество, конечно, будет совершенно другое. Но мы это с вами посмотрим завтра. Я сейчас три слоя нанесу и оставлю сохнуть на 24 часа. Распилим каждый кусочек, посмотрим, насколько она проникла вовнутрь, тает та смола. Но она одинаковая, смола только одна с ацетоном, более жидкая, потому что она прям жидкая. И более густая, которая в естественном как-то должна быть. Ребят, как видите, я в три слоя здесь нанес, а здесь в один слой. Но здесь расход какой, сколько здесь? Здесь практически ничего не изменилось. Жидкости гораздо больше. Не знаю, видно, не видно, но вот такой вот процесс идет прям на глазах. Видите, да, вот. Остаток большой. Давайте еще покроем фанеру, посмотрим, что будет на фанере как. Ну, фанера вообще, смотрите, впитывается прям на глазах. Раз она уже сухая. Смотрите, и слои на что она в момент впитывает. Даже можно на фанеру и четвертый слой. Итак, друзья, прошло 2-4 часа. Наши обрезочки подсохли. Как видим, на фанере прям впиталось все. В некоторых местах где-то больше, где-то меньше впиталось. Здесь прям полностью впиталось. Мы видим, да? Фанера пропитывается очень сильно. Также деревяшечка наша. Уже и комарики побывали, ночные жители. Структура, видите, гладенькая, блестящая. Также высохло все. Ну и наш просто неразведенный. Образцы склеенные. Ну, непонятно, насколько. Конечно, здесь просто видно слой эпоксидной смолы. Ну, здесь, правда, на изломе видно, что хорошо пропиталась древесина. Вот насколько. Здесь, конечно, такого результата нет. Здесь просто поверхностно. То есть, даже вот она, вот так вот, на камеру не передает. Ну, пропитано почти два волокна. Ну, я говорю, вот здесь вот визуально видно, на сломе даже, что было хорошо пропитное дерево. Как ни крути, жидкий раствор все равно он лучше. Но видно, очень хорошо видно, вот так вот на сломе. Ну, вот видно по волокнам даже, да, что хорошо пропитывается на изломах. Глазами вижу, что очень хорошо жидким раствором пропиталось, нежели обычным. Обычный верхний, получилась верхняя защита. Также, я думаю, совершенно не будет бояться воды, потому что пропитана смолой. Как видите, вода не впитывается, а просто собирается. Ну, естественно, где эпоксидная смола была, эффект тот же самый, но поверхностный. Вот так же и фанерочка. Вода уже не будет впитывать и защищена. С этой стороны, конечно, сразу впиталась. Друзья, у нас с вами получился небольшой выпуск. Хотелось попробовать, можно ли растворять ацетоном эпоксидную смолу, разбавлять. Конечно, получилось, что можно. Также высохла, также с одинаковым временем сушки, что обычная смола, неразбавленная, что с ацетоном. На камеру жалко не передается, как впитывает в себя дерево. Вы это можете проверить и увидите сами, что очень хорошо впитывается. Какую-то большую деталь, то можно кисточкой обработать, хорошо впитается и будет надежная защита. Если вам интересна данная тема, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. В следующем видео я покажу, как растительным маслом можно отлично пропитать древесину. Так что смотрите следующие выпуски, не забудьте подписаться и поставить лайк. И комментарий этому ролику. Вам желаю крепкого здоровья, всего самого хорошего. До новых встреч. Пока-пока.